В эфире новостная программа «Москва-Баку» сегодня. Коротко о главных событиях этого дня. Сегодня в Москве на 84-м году жизни ушел народный артист России Сергей Юрский. По словам его супруги и дочери, в последнее время Сергей Юрьевич серьезно болел. Юрский родился в Ленинграде в театрально-музыкальной семье. Еще будучи студентом, был принят в Большой драматический театр БДТ, где проработал 20 лет, после чего переехал в Москву. В середине 70-х годов из-за одной наспех написанной фразы в отчете о загранпоездке карьера знаменитого актера буквально повисла на волоске. Его работа оказалась под запретом в Советском Союзе. В 2015 году в интервью «Москва-Баку» Юрский признался, что в сложный период его жизни именно Баку стал тем городом, который дал ему возможность работать в кино и театре и не уехать из Советского Союза. Юрский жил между Москвой и Баку и несколько лет снимался на Азербайджан-фильме. Зрителям известны фильмы с участием актера «Дервиш взрывает Париж», «Дом на песке», «Лев ушел из дома». Вот из жизни Сергея Юрского это большая потеря не только для России, но и для Азербайджана. В России в этом году состоится встреча президентов РФ, Азербайджана и Ирана. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде на пресс-конференции в Баку. Ранее в январе о том, что Россия примет такой трехсторонний формат порталу «Москва-Баку» заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Напомним, что первый саммит лидеров России, Азербайджана и Ирана прошел в 2016 году в Баку, второй в 2017 в Тегеране. Время принимать саммит в Москве. Сложившийся трехсторонний формат имеет целью реализацию конкретных, прежде всего, экономических проектов, в частности, транспортного коридора «Север-Юг», который призван обеспечить связь между странами Балтии и Индии через Россию, Азербайджан и Иран. Отметим, что также в течение февраля в Тегеране состоится встреча глав МИД Азербайджана и Ирана, на которой стороны обсудят вопросы двухстороннего сотрудничества. Сегодня стало известно, что в ноябре 2019 года на Азербайджано-российской границе завершится строительство автомобильного моста через реку Самур. В пятницу место строительства нового моста посетила российская и азербайджанская делегации. В мероприятие приняли участие министр экономического развития России Максим Орешкин, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и другие. Стоимость строительных работ составляет 36,5 миллиона монатов. Строительство моста осуществляется на средства как российской, так и азербайджанской сторон. Также сегодня стало известно, что Россия и Азербайджан рассмотрят возможность использования других пограничных переходов на границе для увеличения пропускной способности. Министр экономического развития Максим Орешкин сказал, цитата, «Очевидно, что те очереди, которые сейчас есть на границе, это прямое свидетельство нехватки инфраструктуры для того, чтобы обеспечить сильно растущий товарооборот между Россией и Азербайджаном». В Азербайджане идет работа по устранению последствий землетрясения, которое произошло в ночь с 5 на 6 февраля. Жертв удалось избежать, но есть пострадавшие. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении МЧС из госбюджета 2 миллионов монатов – порядка 77 миллионов рублей – на ликвидацию последствий землетрясения в Шимахинском, Исмолинском и Аксуинском районах страны. Сегодня стало известно, что азербайджанская страховая компания «Аз Иншуренс» со следующей недели начнет выплачивать компенсацию пострадавшим от землетрясений. На сегодняшний день число обращений в компании уже превысило 70. Минимальная сумма выплат на каждый страховой случай составит примерно 1-1,5 тысячи монатов – около 38 и 57 тысяч рублей соответственно. Максимальная – порядка 30 тысяч монатов, то есть 1 миллион 155 тысяч рублей. Азербайджан занял 41 место в мировом рейтинге кибербезопасности. Подготовили рейтинг аналитики британской исследовательской компании «Компаритэч». Рейтинг составлен по принципу «от худшего к лучшему». При его составлении учитывалось 7 основных критериев, среди которых количество хакерских атак с целью кражи денег, подготовленность страны к хакерским атакам. Всего в список вошли 60 стран. Лидирует Япония. Она набрала всего 8,8 балла по уровню киберугроз. Находящиеся на втором и третьем местах Франция и Канада – 10,6 и 11,2 балла. В топ-10 стран с хорошим уровнем кибербезопасности также вошли Дания, США, Ирландия, Швеция, Великобритания, Нидерланды и Сингапур. Россия же заняла 22-ю строчку рейтинга. Замыкает список Алжир. Это была новостная картина сегодняшнего дня. Еще больше информации на портале москва-ваку.ру. Добрых вам новостей!